Готовим очень вкусное сало в луковой шелухе. Поехали! Для начала нам понадобится кусок жирной пузанины, которую разделяем на порционные кусочки. Далее вооружаемся кастрюлей и берем тщательно промытую луковую шелуху. Укладываем шелуху на дно кастрюли, а далее закладываем мясо. После того, как уложили мясо, далее добавляем специи. Несколько листиков лаврового листа, столовую ложку душистого перца. Далее мясо полностью покрываем солью из расчета 100 грамм соли на килограмм мяса. Далее накрываемся луковой шелухой и запомните, чем больше шелухи вы положите, тем будет намного вкуснее. Наливаем в кастрюлю воду комнатной температуры, так чтобы она полностью покрывала шелуху. Доводим воду до кипения и варим наши смачные кусочки в течение 20 минут. А далее снимаем кастрюлю с плиты и даем настояться пузанини в течение суток. Обычно оставляю я остыть на несколько часов, а далее, когда подстынет кастрюля, отправляю ее в холодильник. Вот такие вот красивые кусочки у меня получились, а теперь будем натирать специями. Из специй нам понадобится хорошая порция чеснока, лавровый лист и черный молотый перец. Далее берем кусочек и со всех сторон посыпаем черным перцем. Далее берем порцию чеснока и хорошенько втираем в кусок. Сверху также посыпаем лавровым листом и заворачиваем кусочек в пергаментную бумагу. После того, как завернули все кусочки, отправляем их в морозилку на несколько часов и можно переходить дегустации. Ну что, ребят, сегодня мы приготовили один из самых вкусных рецептов сала в луковой шелухе. Этот рецепт подойдет абсолютно к любому праздничному столу. Данная закуска будет уходить у вас на расхват. Ну и естественно сало, сваренное в луковой шелухе, по вкусу просто фантастическое. Так что, ребят, если вам понравился данный рецепт, смело забирайте и готовьте с удовольствием на своей кухне. А у нас данный ролик подходит к концу. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем до новых встреч. Пока-пока.